Апокалипсис, Чувашия так назвали. В социальных сетях сегодняшнюю погоду жители республики. Сильный снег сменился ливневым дождем, а под вечером температура снизилась. Те, кто рано проснулся, уже успел опередить своих друзей в социальных сетях и выложить фотки с хэштегом «У природы нет плохой погоды». Оказалось, вчера была отличная погода, метель, а сегодня дождь и каша. А в Чебоксарах ледяной дождь. Такое уже было два года назад, тогда столько деревьев сломалось. Хорошо, хоть в этом году листья успели опасть, деревьям будет легче. В сети сегодня появилось много фотографий обледеневших листьев, веток, а также потоков воды на дорогах. Жители республики выражают свое отношение к такой погоде эмоционально, а власти пытаются сделать все, чтобы снизить ущерб от ледяного и ливневого дождей. В Чебоксарах рано утром во вторник было затруднено движение троллейбусов из-за оледенения сетей, а в Шумерле отменили рейс в столицу в 5.40. В Доме правительства прошло оперативное селекторное совещание. Глава Чуваши призвал всех глав муниципалитетов оставаться на рабочем месте и контролировать ситуацию. Они заготовили уже 100 тонн соли, 100 тонн песка, 10 тонн песчаной солевой смеси. То есть в принципе везде как трудно. Сбой движения троллейбусов никаких нет. На плату я окончу. Посева в городе улицы очищены? Причищены? В том числе очищали, больше очищали. Председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин считает, что некоторые ЧП можно предупредить, если принять превентивные меры. Особенно это касается линий электропередач. Задача стоит сегодня проверить на практике с выездом, как ведутся работы на местной сети, на региональной сети. Если есть необходимость подключить, соответственно, наш Минтранс и автономное учреждение управления дорог и охватить данное мероприятие, все дорожное хозяйство. Что касается сетевого хозяйства, в каждом муниципалитете, помимо сетевых сетей МРСК, есть сетевые региональные службы, соответственно, есть ремонтные службы. Необходимо сегодня провести тщательное обследование участков сетевого хозяйства. Соответственно, если есть какие-то опасные обледенения, то, соответственно, принять меры своевременные, чтобы не было обрывов. В правительстве сегодня мониторили ситуацию каждые 4 часа. Министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Резников рекомендовал всем руководителям муниципалитетов быть в зоне постоянного доступа. Задача стоит такая, что сегодня целый день вся техника должна работать. Потому что мы сейчас проанализировали, посмотрели, на дорогах местного значения техника вышла. Она работает почти во всех районах, поэтому нужно продолжать выгонять оставшуюся технику на очистку дорог от снега, от мокрого снега. Потому что к концу дня пойдет минусовая температура, естественно, этот снег замерзнет и, конечно, возникнет очень сильный гололед. Поэтому сегодня целый день нужно... И самая главная просьба следить, если какой-то район подрядчики не работает, связываться со мной. Координированная работа всех служб, подчеркнул глава Чуваши, должна помочь в решении оперативных вопросов. Мобилизовать и ресурсы, и человеческие ресурсы, и все службы должны эффективно взаимодействовать, для того, чтобы не было никаких проблем по последствиям погодных условий. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика.